Ну что же, и теперь заключительная выступающая, Елизавета Шпер, которая расскажет нам об университетском расчете или университетском подсчете, сколько денег нужно на то, чтобы жить, ходить на вечеринки и так далее. Так, ну что же, где ты живешь? Я живу в Бохуме. В Бохуме, это рядом с Дортманом, уже рядышком. Да, это русская область, такая промышленно-индустриальная область. Ты попала в Германию через мост в немецкий университет, да? Семь, даже восемь лет назад я подала заявку на участие в проекте «Мост в немецкий университет». Я в Геотинституте увидела информацию об этом проекте, подала заявку, и вот... Восемь лет назад уже? Да. Я закончила бакалавриат, и специальность у меня прикладная информатика, я работала в IT, а теперь я учусь на учителя. Магистратура на учителя, и я буду преподавать математику и информатику. Ну что же, тогда, в принципе, более-менее... Понятная ситуация, но я все-таки спрошу, ты хочешь остаться в Германии? Да, ну вы знаете, да, я тут уже замуж вышла, поэтому у меня причин достаточно веские. Сегодня я поеду в Бохум после мероприятия, там посмотрим. Ну ладно, что же. Хорошо, у тебя 10 минут подался. Итак, часто мне задавали эти вопросы, и на этом мероприятии задавали вопросы, сколько стоит жизнь в Германии. И на этот сложный вопрос есть простой ответ. Вот сколько денег нужно. 11 208 евро в год. Итак, Германия обо всем подумала, обо всем подумала, все посчитала. Студент приезжает в Германию на год, и вот столько денег нужно на счете. Здесь есть одно ключевое слово, это так называемый счет эскроу, или счет заблокированной суммы. Когда вы получаете документы на визу, документы нам описывал Саида, и на счету должна быть такая сумма, чтобы получить визу. Но достаточно ли этого, чтобы жить в Германии? Точно не знаю, но давайте посмотрим, как можно ответить на этот вопрос. Итак, какие у нас статьи расходов? В принципе, я имею в виду у нас, у студентов. Итак, нужно снимать жилье. Достаточно дорого стоит. Может, поесть, попить было бы неплохо, да? Ну, в принципе, затраты на какое-то свободное время тоже нужны. Не стоит от этого отказываться, отказываться от удовольствий. Фактор здоровья, спорт, университет, какие-то университетские платежи и так далее. Итак, поехали по пунктам. Возможности проживания. Какие есть? Первое. Итак, для тех, кто только приехал в Германию, можно жить в общежитии. В принципе, достаточно быстро можно найти место в общежитии. Далее, коммунальная квартира, коммуналка, или снимать квартиру уже индивидуально. Это уже такой экспертный уровень. Я об этом вам расскажу. Итак, общежитие. Общежитие стоит от 150 до 500 евро в месяц. Как правило, находится рядом с университетом. И там все есть. Все есть, там есть фитнес-клуб, специальные помещения, чтобы учить уроки, готовиться и так далее. Какие есть негативные моменты здесь? Часто там бывает слишком громко, там достаточно тесно в комнатах. Вот здесь вот позавтракал, вот здесь уроки делаешь, домашку, а вот там в душ идешь, прям рядышком. Но ты живешь зато один, один в комнате. И как найти место в общежитии? Вот два ключевых слова, две аббревиатуры. Это АКАФЮ и АСТА. Это студенческие организации, которые отвечают за то, чтобы студенты находили места в общежитии. И вот такая сумма на это примерно необходима. Следующий вариант – это снимать квартиру с друзьями или коммуналка. Коммуналки. Вы будете жить с другими студентами, с друзьями, с теми, кого вы знаете или с теми, кого вы не знаете. Ну, просто живете из экономии совместно и так далее. Есть, кстати, даже возможность жить бесплатно. Ну, например, у вас есть какое-то специальное хобби, и ваша организация вам плачивает комнату, например. Но я бы считала примерно вот до 700 евро в месяц. Преимущество. Преимущество, конечно, это общение, комьюнити. Вы общаетесь с другими людьми, вместе готовите, играете в вашу любимую игру Uno или какую-нибудь любую другую. Конечно, у вас больше гибкости и свобода. Вы не зависите от самого общежития. Вы можете дольше жить там, только после окончания юрситета тоже. Но часто там бывает, конечно, шумно, и часто бывают дополнительные затраты, как, например, ГЭЦет. Вам нужно будет об этом тоже все почитать. Хорошенько, возможно, вы получите письмо. Когда в Германию приедете, это специальный налог на телевизии и радио. Ну, и часто бывает, что нужно отдельно там за воду платить, за электричество и так далее. Вот хороший сайт, vg-gesucht.de. Можете посмотреть на этом сайте. Много-много информации. Итак, следующий уровень – это экспертный уровень, уровень PRO. Это когда вы снимаете квартиру самостоятельно. Я написал от 300 до 2000 евро, но верхней границы нет. Вот не знаю, вот Саида в Мюнхене, наверное, в таком лакшери-городе, не знаю, что она там снимет на 2000, но тут уже, да, верхней границы нет. Тут каждый сам решает, что ему подходит. И это, конечно, и плюс, и минус, потому что, да, нужно самостоятельно все это организовывать. Но часто бывает, что мы сами приехали в новую страну, ну, как-то можно с этим справиться. И, да, вы можете, кстати, заселиться в квартиру и чуть ли не 20 лет там жить, нет никаких ограничений, нет никаких проблем. Это только ваша ответственность. Тут многому, наверное, надо научиться. Специальные термины. Это арендная плата с включенной коммуналкой или не с включенной коммуналкой, ну и так далее. Но с этими мелочами вы уже разберетесь самостоятельно. Здесь есть два важных веб-сайта. Да, эти сайты известны. imascaut24.de или imawelt. Ну, квартиру точно найдете. Тут у меня никаких сомнений нет. Про квартиру мы поговорили, теперь про еду давайте. Еда, еда, и так хорошая тема, про нее мы говорили уже сегодня, и как-то мне начинает хотеться есть. Много про еду поговорили уже. Так, давайте пойдем в магазин. Вот это мой список продуктов, за которые я закупаю. Обычно он выглядит именно так. В целом 60 евро этот набор стоит. Я, достаточно компактная девушка, трачу на еду в неделю вот столько. Теперь посмотрим на то, как это действительно, с чего это состоит. Вот. На прошлой неделе я как раз закупалась по этому списку. Что вам интересно? Бананы? Давайте посмотрим бананы. Примерно. Честь штучек, пять штучек, один-два евро. Брокколи одно соцветия, ну, полтора. Сыр подороже, три евро. Ну, мне кажется, что цены достаточно сравнимые с ценами ваших стран. То есть 50 евро в неделю вот туда же нужно добавить, на продукты. Кэ-кэ, апчхи, здоровье. Кранкенкасса или система медицинского страхования. Касса медицинского страхования. Важное слово, потому что студенты все по закону должны быть застрахованы. Эта страховка стоила, стоит 120 евро в месяц. Это действительно нужно платить каждый месяц. Но касса медицинская берет на себя большое количество расходов. Ну, скажем, вот, например, у меня в руках рецепт. Если врач вам что-то прописал, то вы получаете эти медикаменты по фиксированной небольшой цене, вне зависимости от того, кто именно прописал врач. Пять евро, минимум, вот эта сумма, которую придется потратить. В прошлом году чем-то я заболела, я не помню уже. Просто врач что-то прописал, я посмотрю, это медицинское средство стоит 300 евро, а я заплатила всего лишь пять. Давайте следующую историю посмотрим. Это фитнес-спорт. Есть много предложений. Тут волейбол, есть футбол. Можно учиться нырять правильно, плавать. Университет многое представляет. Возможностей. Но если вы хотите ходить в фитнес-клуб, то вот 24 евро в месяц я трачу на фитнес-студию. Ну и следующая история – это свободное время. Это зависит от вашего стиля жизни. Можете тратить больше, можете тратить значительно меньше, чем 45. Саида вот кивает, потому что она любит повеселиться. Люкс-вечеринки. В общем, сегодня, надеюсь, она тоже ждет какая-то вечеринка. Короче говоря, примерно, да, 45 не прописала. Примерно сумма, которую я в среднем трачу. Давайте все собирать. У вас примерно так же будет выглядеть структура расходов. Жилье и края действительно занимает огромное количество трат. Еда и все остальное. Да, не забывайте еще плату за обучение. Раз в семестр я плачу 350 евро. Это зависит от университета. Ну, то есть 70, чуть побольше, 70 в месяц, в зависимости от того, как считать. Вот как это будет считать. Получается, что бьется ли это число, 934 евро, как прописано в законодательстве? В целом, можно прожить на меньшую сумму. 800 евро тоже в целом хватит. Но именно эту 934 сумму необходимо доказать для того, чтобы получать визу, не меньше. Да, и хорошие новости, хорошие новости. Студентов можем работать. И немало, 20 часов в неделю можно работать. И с этого года, по-моему, минимальная часовая заработная плата – 12 евро. Я учительница математики, нужно много быстро считать. Сколько это получается? 900? В общем, минимум 640. У меня получилось евро в неделю. Ну, это минимальная часовая зарплата. Часовая зарплата может быть выше. С такой суммой вы достаточно легко можете в Германии жить и учиться, и получать удовольствие. В целом, на этом мой доклад закончен. Спасибо большое. Спасибо большое. Теперь я знаю, на что рассчитывать. Три вопроса, как обычно, у нас для себя. Первое. Сложно ли найти квартиру, что найти жилье в Германии? Очень хороший вопрос. Все зависит от города. Я думаю, что нужно прямо запланировать время для этих поисков и сразу же подавать заявку на общежитие, как только вы понимаете, что вы хотите учиться в этом университете. Мы искали, по-моему, вот квартиру месяц. Кто-то дольше, кто-то ищет меньше, если кто-то кого-то не знает, или кто-то кому-то что-то порекомендовал. Хорошо. Второй вопрос. Налоги нужно платить, когда ты зарабатываешь, как студент? Хороший вопрос, правда. Есть для студентов определенные льготы. 520 евро можно зарабатывать без уплаты дополнительных социальных налогов. Начиная с этой границы, то есть то, что выше. Нам нужно платить социальные взносы. Он зависит от суммы, ну, по-моему, типа, ну, что-то вроде 50 евро. А с тысячи, по-моему, и выше, ты уже полностью уплачиваешь налоги. То есть это социальные взносы, взносы на соцстрахование и так далее. Нет, и когда ты студент, ты не платишь взносы в космосе медицинского страхования. Я в прошлом году 1050, по-моему, евро в месяц получала без налогов. Но, да, там есть социальные взносы, которые нужно все равно платить. Если у тебя хорошая зарплата, хорошая подчасовка, то можно и больше зарабатывать. Это какая-то просто ориентировочная сумма, которая была у меня. Ага, понял, хорошо. Скажи, сложно учиться в магистратуре на педагогике, на педагогике, если у тебя бакалавриат по другой специальности. Дело не в том, что было до, что было после. Ну, честно говоря, со всем справишься. Нилу сказала, что если прям есть цель, тогда найдете путь. Всегда есть возможности справиться. И спасибо большое за твою презентацию. Спасибо и счастливо.